Вы знаете, когда и чем, хотелось бы, чтобы как можно скорее, и понятно, что хотелось бы, чтобы как можно лучше. Но что делать людям простым, я не знаю, я думаю, что, на мой взгляд, максимально, может быть, все-таки воздерживаться от какой-то взаимной ненависти, от взаимного осуждения, потому что, к сожалению, на мой взгляд, я в Украине много снималась, ну, бывала довольно часто, у меня много друзей. И понятно, что это прекрасная страна и прекрасные люди, как любая страна, и любые люди в любой стране, да, ну, как бы, это какие-то вещи такие очевидные, как, не знаю, азбука или букварь. Ну, вот, когда происходят такие события, и когда все кончается войной, кровью, это вообще, конечно, ужасно. Мы просто с дочкой были как раз, когда еще все только начиналось, и было ощущение, что все это сейчас как-то и закончится. И то, что вот произошло вот так, это, конечно, совершенно, ну, для меня, мне кажется, это ужасно, как это вообще возможно допустить все было, и что все это произошло, это, мне кажется, очень страшно, трагично и безобразно, и безвозвратно нельзя было всего этого допускать любой ценой. То есть понятно, что это все какие-то очень сложные штуки, что кому-то это нужно или выгодно, или как. Я не знаю, это ужасно. Но почитав там в социальных сетях и в интернете и все, и все, и такое количество злобы взаимной вдруг откуда-то, то есть, да, я знаю среди там моих друзей, есть люди, которые просто родственники перестали общаться, то есть, одни живут там, другие здесь, и перестали общаться, а есть, которые живут здесь, и перестали общаться, потому что по-разному смотрят на эту ситуацию. У меня даже мои родные, мама и мой дядя, у них какие-то периодически были контры там по Крыму, и тоже, ну, они не перестали общаться, но прямо до какого-то такого напряженного момента. Но мне кажется, это ужасно все. Не знаю, я была в Крыму несколько раз уже после всего этого, там люди очень по-разному на все реагируют, чем-то довольны, чем-то недовольны, кто-то больше довольны, кто-то больше недовольны, все очень по-разному. Ну, я говорю, я очень сложно отношусь к политике, я очень понимаю, что я непригодный ум для политики, совершенно непригодный у меня ум для этого дела, поэтому я как бы стараюсь не запаляться, потому что как только я как человек эмоционально начинаю в это вникать, у меня начинаются лишние эмоции, ум совсем отходит на задний план, и я реально понимаю, что, ну, глуповато все это с моей стороны получается. Поэтому я стараюсь держать себя в руках, ну, просто потому, как я вижу, что, ну, как бы сколько взаимных обид, претензий, злобы, мне кажется, это ужасно. Я для себя поняла, что я больше нигде там не буду ни в Фейсбуке постить, нигде не буду ввязываться ни в какие разговоры, вот в эти политичные, чтобы не провоцировать людей, чтобы просто хотя бы со своей стороны уменьшить количество зла, количество негативной энергии на эту тему, чтобы потихоньку как-то все это, потому что все равно неизбежность, все равно мы всем жив, все равно мы соседи рядом, братьям и небратьям, ну, это все какие-то вопросы, просто гибнут люди там, ну, сейчас, да, реальные, и в том числе и наши, не наши, но это вообще, мне кажется, какой-то вот идиотизм, наши, не наши, это все, в общем, на мой взгляд, вообще какой-то абсурд и безумие, и безобразие, ну, видимо, вот так вот жестко, я только единственное понимаю, что все равно это когда-то должно закончиться, и, конечно, мы будем очень долго еще, как бы, отхлебывать все это, потому что, конечно, это будут помнить и те, кто это застал, и их дети, это все равно такая уже, знаете, ну, как бы, такой штамп памяти людей и здесь, и там, то есть это все равно, конечно, внесло уже, понятно, свои и коррективы, и какие-то изменения, но все равно я надеюсь, что в том или ином случае все равно это все закончится, и потихоньку как-то наладится, потому что, ну, не вырежешь страну ни одну, ни вторую, не построишь стену, ну, то есть это же вещи какие-то такие, ну, в общем, очень горестно, это очень трагический вопрос, один, наверное, из самых таких, ну, страшных на сегодняшний день, очень, и я просто с ужасом понимаю, что все равно понятно, что определенный момент холднокровия какой-то есть, потому что я здесь, да, и вроде это меня не касается, но я реально понимаю, что можно было бы оказаться там, там бы могли оказаться мои близкие, и все это тогда приобретает, конечно, размер, ну, какого-то чудовищного, вообще, фарварства, идиотизма, и очень, очень плохо это все, очень. Ну, а если говорить о будущем Украины, что, что будет, на ваш взгляд, останется, она, вот, воедино, я очень обижаю, да, то, что мы, воедино Украине, мы говорим, что это, что она раскалывается, да, вот, там, учитывая Крым, ну, не продолжит раскалываться, на ваш взгляд, или она осталась, ну, это ваш взгляд, останется она целой или расходится. Ну, вы имеете в виду, отколется ли Донбасс? Да, и все, ну, там, как, все по-разному отвечают, мы же многим задаем эти же вопросы, мы всех разных отвечаем. Ну, вы знаете, я не буду лукать, у меня никакой особенной точки зрения на эту тему нет, потому что, ну, потому что... Давайте вот с этим начнем, если говорить о целостности Украины. А вот эти вопросы по поводу того, как, ну, как бы, какой она останется, я, конечно, я не буду гадать, ну, потому что, на мой взгляд, это все какое-то лукавство, но если кто-то что-то понимает действительно, да, может ошибаться, но понимает, то понятно, я не понимаю, я не знаю, я только смотрю, вот, мы были с дочкой сейчас недавно в Питере и ходили там очень много на какие-то экскурсии, были во дворце Юсупова, я там купила какие-то книжки исторические, в том числе воспоминания Феликса Юсупова, вот я прочитала за просто там две ночи. Эту книжку было очень интересно, вот как происходила там вся эта революция, как они убежали, как, ну, до этого, как он убил... Как он убил Распутина, да, вот эта вся история, как бы романы погибали, все, все. И как вот тоже я читала, поскольку это мемуары, это его воспоминания, пусть он там не писатель, но он очевидец, этот Феликс Юсупов, и он так описывает интересные какие-то вещи, я понимаю, вот прошло там сто лет, да, сейчас, и как все по-другому, и как все совершенно иначе, и уже было так, и потом так, и потом так, и потом опять все поменялось. Тут это Финляндия, тут эти какие-то, в общем, все поменяли, что-то как будто там, как... Но все равно люди вот жили тогда, да, я вот читаю, там, любили, рожали, там, хранили, учились, понимали в своей жизни, оно все равно точно так же все и осталось. Ну, была Финляндия в России, не стала Финляндия, ну, там это, это, эти отпали. Понимаете, я не знаю, мне кажется, что это все равно какие-то условности, для кого-то они важны, и я очень уважаю этих людей, да, ну, для меня в этом смысле, ну, как бы это мне не близко, я не знаю, я, ну, если Москва делится там от Подмосковья, ну, глобально вот для меня в этом нету какой-то проблемы. Мне главное, чтобы в Москве и в Подмосковье люди были счастливы, здоровы, все у них было хорошо, поэтому по большому счету целостность Украины, ну, пусть извинит меня Украина и все люди очень, которым это принципиально важно, она меня так не занимает, мне важно, ну, или мне бы очень хотелось бы думать и желать того, чтобы при любом географическом, при любых линиях на карте, да, в какую бы сторону они не заканчивались, все люди были там и на косям здоровы, живы и счастливы, и чтобы они могли ездить туда и обратно возвращаться, чтобы они могли жениться, рожать детей, возвращаться к своим родителям, пересекая эти линии, понимаете, если это кому-то нужно, кому-то удобнее, там, или так управлять удобнее, или газ проводить, я не знаю. Я только думаю, что важно, чтобы просто мы сами себя как-то не уничтожили, вот за этими, за всеми штуками. Наверное, я рассуждаю очень, там, дремучая, как просто женщина какая-то, но, ну, как бы, вот я сколько смотрю, вот когда вся была там эта перестройка, когда я очень вникала в эти вопросы политики, в принципе, все равно ничего не изменяется. По большому счету, все равно самое главное, наверное, это как люди живут, как они чувствуют, как они чувствуют, там, не знаю, свой долг, свою ответственность, любовь, желание, там, помогать, заботиться и так далее, да. А для меня вот эти вопросы, ну, я не знаю, возможно, это тоже момент какой-то моей недоразвитости, но это так, и я не буду сейчас делать серьезное какое-то умное лицо и говорить, что я, значит, вот считаю так, или думаю так, или должно быть так. Я не знаю, как будет, я только хочу, чтобы это было хорошо и чтобы это как-то уже, скорее всего, решилось.